Антон Павлович Чехов. Пересолил. Землемер Глеб Гаврилович Смирнов приехал на станцию Гнилушки. До усадьбы, куда он был вызван для межевания, оставалось еще проехать на лошадях верст 30-40. Ежели вознится ни пьяный, уши, ни не клячу, то и 30 верст не будет. А коли вознится с мухой, да коней на море, то целых 50 наберется. — Скажите, пожалуйста, где я могу найти здесь почтовых лошадей? Обратился Землемер к станционному жандарму. — Которых? Почтовых? Тут за сто верст путевой собаки не сыщешь, а не то, что почтовых. Да вам куда ехать? В Дювкино, имение генерала Хохотова. — Что ж, — взявнул жандарм, — ступайте на станцию. Там на дворе иногда бывают мужики, возят пассажиров. Землемер вздохнул и поплелся на станцию. Там, после долгих поисков, разговоров и колебаний, он нашел здоровейнейшего мужика. Угрюмого, рябового, одетого рваного, сермягу и лапти. — Черт знает, какая у тебя телега! — поморшился Землемер, влезая в телегу. — Не разберешь, где у нее зад, где перед. — Че тут разбирать-то, где лошадиный хвост, там перед, а где сидит ваша милость, там зад. Лошенка была молодая, но тущая, с растопыренными ногами и покусанными ушами. Когда возница приподнялась и стегнула ее веревочным кнутом, она только замотала головой. Когда же он выбронился и стегнул ее еще раз, то телега взвизгнула и задрожала, как в лихорадке. После третьего удара телега покачнулась, после четвертого она тронулась с места. — Итак, мы всю дорогу поедем? — спросил Землемер, чувствуя сильную тряску. И, удивляясь способности русских возниц, соединять тихую черепашью езду с душу, выворачивающей треской. — Доедем! — успокоил возница. — Кобылка молодая, шустрая, дай ей только разбежаться, так потом не остановишь. Ну-у-у, проклятая! Когда телега выехала со станции, были сумерки. Направо от земли мера тянулась темная, замерзшая равнина, без конца и края. Поедешь по ней, так, наверное, заедешь к черту на куличке. На горизонте, где она исчезала и сливалась с небом, лениво догорала холодная осенняя заря. Налево от дороги в темнеющем воздухе выселись какие-то бугры. Не то прошлогодние стоги, не то деревня. Что было впереди, землемер не видел, ибо с этой стороны все поле зрение застирала широкая, неуклюжая спина возницы. Было тихо, но холодно, морозно. Какая, однако, здесь глушь! Думал землемер, стараясь прикрыть свои уши воротником от шнели. Ни кола, ни двора, ни ровень час нападут и ограбят. Так никто и не узнает, хоть из пушек поли. Да и возница ненадежный. Ишь, какая спинища! Эдакое дитя природы пальцем тронет, так душа вон, и морда у него зверская, подозрительная. Эй, милый, спросил землемер, как тебя зовут? Меня-то Клим. Что, Клим, как у вас здесь? Не опасно? Не шалят? Ничего, бог милого. Кому шалить? Это хорошо, что не шалят. На всякий случай, все-таки я взял с собой три револьвера, соврал землемер. А с револьвером, знаешь, шутки плохие. С десятью разбойниками можно справиться. Стемнело. Телега вдруг заскрипела, завизжала, задрожала и, словно нехотя, повернула налево. — Куда же это он меня повез? — подумал землемер. Ехал все прямо и вдруг налево. Чего доброго завезет, подлец, в какую-нибудь трущобу и... Бывают ведь случаи. — Послушай, — обратился он к вознице, — так ты говоришь, что здесь не опасно? Это жаль. Я люблю с разбойниками драться. На вид-то я худой, болезненный, а силы у меня словно у быка. Однажды напало на меня три разбойника. Так что ж ты думаешь? Одного я так трахнул, что, понимаешь, Богу душу отдал. А два другие из-за меня в Сибирь пошли на каторгу. И откуда у меня сила берется, не знаю. Возьмешь одной рукой какого-нибудь здоровиву, вроде тебя, и сквырнешь. Клим поглянулся на Землимира, заморгал всем лицом и стегнул по лошадям. — Да, брат, — продолжал Землимир, — не дай Бог со мной связаться. Мало того, что разбойник без рук, без ног останется, но еще и перед судом ответит. Мне все судьи и исправники знакомы, человек я казенный, нужный. Я вот еду, а начальству известно. Так и глядят, чтобы мне кто-нибудь худо не сделал. Везде по дороге, за кустиками, курятники да соцкие понатыканы. — Постой! — заорал друг Землимир. — Куда же ты въехал? Куда ты меня везешь? — Да ничто не видите. Лес! — Действительно, лес, — подумал Землимир, а я-то испугался. Однако не нужно выдавать своего волнения. Он уже заметил, что я трушу. Отчего это он стал так часто на меня оглядываться? Наверное, замышляет что-нибудь. Раньше ехал еле-еле, нога за ногу, а теперь ешь как мучиться. — Послушай, Клим, зачем ты так гонишь лошадь? — Я и не гоню. Сама разбежалась. Уж как разбежится, так никаким средством ее не остановишь. И сама она не рада, что у ней ноги такие. — Врешь, брат! Вижу, что врешь! Только я тебе не советую так быстро ехать. — Попридержи-ка лошадь! — Слышишь? Попридержи! — Зачем? — А затем? — Затем, что со мной со станции должны выехать четыре товарища. Надо, чтобы они нас догнали. Они обещали догнать меня в этом лесу. С ними веселее будет ехать. Народ здоровый, коренастый, у каждого по пистолету. Что это ты все оглядываешься и движешься, как на иголках, а? — Я брат того, брат! На меня нечего оглядываться. Интересного во мне ничего нет. Разве вот револьверы только? — Изволь, если хочешь! Я их выну, покажу! Изволь! Семь-лимир сделал вид, что роется в карманах. И в это время случилось то, чего он не мог ожидать при всей своей трусости. Клим вдруг вывалился из телеги и на четвереньках побежал к чаще. — Караул! — заголосил он. — Караул! Три окаянны и лошадь, и телегу! Только не губи ты моей души! Караул! Послышались скорые удаляющиеся шаги, треск фореста, и все смогло. Землемер, не ожидавшись такого реприманда, первым делом остановил лошадь. Потом уселся поудобнее на телеге и стал думать. Ха! Убежал. Испугался, дурак. Но как теперь быть? Самому продолжать путь нельзя, потому что дороги не знаю. Да и могут подумать, что у него лошадь украл. Как быть? Клим! 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 Ответило эхо. От мысли, что ему всю ночь придется просидеть в темном лесу на холоде и слышать только волков, эхо, дофырканье тощей кобылки, землемера стала коробить вдоль спины, словно холодным терпугом. Климушка! Закричал он. Голубчик! Где ты, Климушка? Часа два, кричал землемер, и только после того, как он охрип и помирился с мыслью ночевки в лесу, слабый ветерок донес до него чей-то стол. Клим! Это ты, голубчик! Поедем! Убьешь! Да я пошутил, голубчик! Накажи меня, Господь, пошутил! Какие у меня револьверы! Это я от страха врал! Сделай, милость, поедем! Мерзну! Клим сообразил вероятно, что настоящий разбойник давно бы уже исчез с лошадью и телегой, вышел из лесу и нерешительно подошел к своему пассажиру. Ну, чего дура испугался? Я пошутил, а ты испугался! Садись! Бог с тобой, барин! Проволчал Клим, влезая в телегу. Если бы я знал, и за сто целковых не повез бы, чуть я не помер от страха! Клим стегнул по лошаденке, телега задрожала, Клим стегнул еще раз, телега покачнулась. После четвертого удара, когда телега тронулась с места, землемер закрыл уши воротником и задумался. Дорога и Клим ему уже не казались опасными.